Рассказывая о столпах ислама, мы подошли к такому столпу, как хадж. Его должен выполнить каждый мусульманин, у которого есть материальная и физическая возможности. И каждый год мы наблюдаем, что такие возможности появляются у большего количества мусульман. А это значит, что жизнь не стоит на месте, она становится лучше в некоторых своих аспектах. В рубрике «То, что нужно знать об исламе» ученый богослов расскажет об основных обязанностях хаджа. Хадж является пятым столпом нашей религии. И хадж, это в переводе с арабского языка означает «сильное желание». В нашем же случае хадж является паломничество в Мекку и в Медину для совершения обрядов хаджа, то есть совершения долга перед Всевышним Аллахом. Хадж — это то обязательство, которое возлагается на мусульман для тех, у кого есть физическая и материальная возможности. Если у мусульманина нет физической возможности, но есть материальная возможность, он обязан отправить вместо себя человека совершить за него хадж. Если же у человека есть физическая возможность, но нет материальной возможности, то на такого человека хадж не обязуется, имеется в виду, с такого человека не будет спроса, что он не совершил хадж, по той причине, что у него не было средств его совершить. Хадж имеет свои обязательства, также несовершившие которые, человек, совершивший хадж, его хадж будет считаться недействительным. Это стояние на Арафа, это совершение тавафа, то есть что такое таваф? Это обход вокруг Каабы семь раз. То есть человек, который посетит эти места, который будет в хадже, он все эти обязательства должен выполнить. Основными составляющими хаджа является намерение вместе с одеванием ихрама, то есть вступление в состояние совершения обрядов хаджа. Это нахождение местности Арафа, это хождение между холмами Сафа и Марва, это таваф, то есть хождение вокруг Каабы семь раз. Это сбревание волос, минимум три волоса, и последовательность совершения всех этих обрядов хаджа. В совершении хаджа, говоря о мудрости совершения хаджа, можно сказать и выделить то, что совершив хадж, человек, можно сказать, разгружается духовно, и человек, совершивший хадж, подобно младенцу, очищается от всех грехов. То есть Всевышний Аллах прощает человека, совершившего хадж, Всевышний принимает его мольбы, и Всевышний поощряет его своими милостями. Мудрость совершения хаджа также в том, что все мусульмане со всех уголков мира стекаются в одно место, в котором совершают свою обязанность перед Всевышним Аллахом. Это место, то есть даже когда человек вступает в храм, будучи в хадже, на нем не бывает никаких украшений, на нем не бывает того, что выделяет его над другим мусульманином. То есть можно сказать, что у каждого мусульманина есть равенство. То есть равенство мусульман, единение мусульман, так как со всего мира стекаются мусульмане, видят друг друга, здороваются друг с другом. Это, можно сказать, все, что призывает хадж, это то, что объединяет мусульман. Хадж — это то, что демонстрирует равенство между людьми, то, что объединяет всех мусульман. И также хадж является тем, что укрепляет братство между мусульманами со всего мира.